Продолжение следует... ...что, собственно, главной целью Планка было вывести второе начало термодинамики, возрастание энтропии, исходя вот из такой модели, модели излучения, которая взаимодействует с заряженными осцилляторами. И он его якобы вывел, то есть он получил из своих кинетических уравнений для вот этих самых осцилляторов, которые могут поглощать и излучать электромагнитные волны, получил, что их суммарная энтропия возрастает. Вот что я забыл сказать тогда, это то, что за это его сразу же стали, естественно, критиковать. Причем первым из критиков был Больцман, который просто повторил ту критику, которая несколько раньше была в его адрес. Что Больцман из своего кинетического уравнения вроде бы получил возрастание энтропии, доказал. Но это невозможно, потому что механика наукообратимая по времени. Поэтому там где-то должна быть спрятана дополнительная гипотеза. И у Больцмана это была гипотеза молекулярного хаоса. У Планка в его кинетическом уравнении тоже была совершенно аналогичная дополнительная гипотеза статистического характера, которую он называл гипотезой естественного излучения. Состояла она в том, что электромагнитные волны, которые падают на эти осцилляторы и могут ими поглощаться, имеют случайные фазы. То есть эти фазы никак не скоррелированы с фазами колебаний самих осцилляторов. Точно так же, как у Больцмана в гипотезе молекулярного хаоса предполагалось, что координаты и скорости сталкивающихся молекул не скоррелированы друг с другом. А просто каждая из них берется из соответствующей функции распределения. То есть отсутствие корреляции в том и в другом случае позволяет, ну такая статистическая гипотеза позволяет действительно вывести закон возрастания антропии. То есть здесь нет никакой разницы между кинетическим уравнением для газа, как у Больцмана, и кинетическим уравнением для излучения, как у Планка. Это все вполне аналогично. Теперь, значит, что еще я хотел досказать, так сказать. А, ну да, очень важный момент, который я действительно напрасно забыл сказать в прошлый раз. А то сейчас мы, так сказать, естественно и даже особо не задумываясь, говорим, давайте возьмем постоянную Больцмана на равной единице, то есть будем измерять температуру в энергетических единицах. Это с физической точки зрения абсолютно естественно. Но это потому, что сейчас мы хорошо... То есть сейчас мы понимаем, что это просто пересчет из одних единиц измерения температуры в другие, из энергетических там в градусы или наоборот. Но так можно делать, потому что мы достаточно хорошо знаем этот пересчетный коэффициент. Тогда он был известен весьма плохо. И, естественно, формулу для распределения планка писали с постоянной Больцмана. Сейчас я ее напишу. Я все равно пишу в модернизированных обозначениях, там с омегой и так далее. Но букву К я сейчас ставлю на ее законное место. Значит, это будет H омега куб на π квадрат С куб единица на Е в степени H омега. Вот здесь я напишу на КТ минус 1. Ну и таким образом в этой формуле есть два подгоночных параметра. Ну не считая С. С была известна уже с довольно большой точностью в это время. А вот H и K, ну H вообще величина, которая только что появилась, а K была известна крайне плохо, с очень плохой точностью. Поэтому при обработке экспериментальных данных о спектре равновесного электромагнитного излучения использовалась вот эта формула планка, в которой H и K считались подгоночными параметрами и восстанавливались в соответствии эксперименту. Ну и установив таким образом довольно-таки точное значение K, я уж не помню, с какой точностью, но вполне приличный, планк нашел ему сразу же кучу полезных применений. Кстати говоря, постоянную Больцмана К ввел именно Планк. Больцман ее никогда не использовал, букву К тоже не использовал, он везде использовал R газовую постоянную. И писал вместо К писал R, деленное на число Вагадра. Ну так вот, теперь когда Планк извлек из сопоставления с экспериментом постоянную Больцмана, которую он сам же так и позвал, то дальше ее можно использовать. Вот R газовая постоянная, это есть K на число Вагадра. Число Вагадра было известно с очень плохой точностью, R было известно очень прилично. Это легко измеримая величина, вравнение состояния идеального газа, там все меряется хорошо, и давление, и температура, все что надо. Таким образом, исходя вот из этого K, он получил число Вагадра, а исходя из числа Вагадра, он получил массы атомов. Поскольку масса моля атомов – это атомный вес, его химики знали хорошо. Достаточно его поделить на число Вагадра, получив массу одного атома. В абсолютных единицах, в граммах, не в каких-то там относительных, химических. То есть это было первое с приличной точностью определение масс атомов. Ну, в принципе, любых, поскольку атомные веса всех элементов химики знают. Дальше есть еще одна величина, которую, зная постоянного Вагадра, можно хорошо найти. И, исходя из химических или электрохимических экспериментов по электролизу, вполне хорошо можно было определить заряд моля ионов. Вот когда мы пропускаем какой-то заряд через раствор, ну, например, как делается там посеребрение, вставляется туда нужная нам металлическая деталь, пропускаем заряд, ионы серебра движутся по направлению к этой металлической детали, становятся нейтральными, прилипают, и получается это самое серебряное красивое покрытие посеребрение. То есть массу этого прилипшего туда серебра измерить на весах никаких проблем нет, заряд тоже села только на время, да и все. Таким образом, заряд моля ионов был известен с приличной точностью, с химических данных. А вот элементарный заряд одного иона или электрона, это уже тогда всем было понятно, что это одно и то же с точностью дознака, это просто будет вот этот самый заряд моля, деленный на число авогадра, вот это будет заряд электрона. Тем самым Планк получил самое точное значение заряда электрона. Причем, что важно, оно заметно отличалось от общепринятого в то время. Заряд электрона экспериментальный, он как-то так весьма заметно рос со временем. Это, кстати, не очень хороший признак, который показывает, что в каждом следующем эксперименте сильно оглядывались на то, что в предыдущем-то было меньше, и не рисковали увеличить это значение разом, за один шаг. Но в итоге оно изменилось довольно сильно. Так вот, Планк получил значение для заряда электрона, ну, в общем, по существу правильное. Оно было, ну, не в два раза, но в полтора-то раза уж точно больше общепринятого значения в то время. Примерно так. Ну, на это никто не обратил внимания. То, что вот Планк говорит, что заряд электрона должен быть побольше, в это никто не поверил. Но постепенно прямые измерения заряда электрона подтянулись к тому же значению, и все стало согласовываться друг с другом. Ну, и вот сейчас очень часто употребляются как раз самые такие супертеоретические физики, которые занимаются всяческими там суперструнами и так далее, без конца употребляют слова «планковская длина», «планковская масса». Это они правильно говорят. Действительно, Планк понял и написал, что из фундаментальных физических постоянных, а именно, значит, какие там фундаментальные физические постоянные – скорость света, постоянная планка и ньютоновская гравитационная постоянная. Вот из них можно построить величину любой размерности. Размерности длины, размерности времени, размерности массы. И тем самым получить, как писал Планк, естественные единицы измерения, которые не зависят от произвола человека, который там решил назвать массу какого-то платина иридиевого цилиндра килограммом или что-то в этом роде, а те, которые определила сама природа. Ну, эта идея, вот как я говорю, дожила до сегодняшнего дня и активно применяется. Но, с другой стороны, эти планковские единицы, они какие-то неудобные для практического использования. То есть планковская длина столь безумно мала, что она много меньше любых длин, с которыми приходится иметь дело. Поэтому, в общем, в любых сколь-нибудь практических целях ими, конечно, не пользуются. А как вот красивая теоретическая конструкция, естественные единицы измерения – это вот как раз идея Планка. Ну и, наконец, последний комментарий, который я забыл сказать во вчерашней лекции, состоит в том, что Планк сделал свое главное, ну, в каком-то смысле и единственное великое открытие. В конце 1900 года родился он, если я правильно помню, в 1858-м стало быть, ему было 42. То есть он уже был, в общем-то, не молод. В отличие от большинства других физиков, которые создавали квантовую теорию, которые сделали свои главные открытия в очень молодом возрасте. То есть там Хайзенберг, Паули, им было по 20 с маленьким хвостиком, когда они писали свои главные труды. Ну, Шрёдингер немножко позже, но тоже он был моложе. То есть вот Планк в этом смысле является исключением. Он главное открытие сделал в довольно уже в таком возрасте, не молодом, скажем так, в среднем. Ну, ладно. А теперь, значит, мы перейдем, собственно, к тому, к чему и собирались перейти, а именно к гипотезе световых квантов Эйнштейна. Значит, Эйнштейн в 1905 году написал три очень известных статьи. Ну, на самом деле, я бы сказал, две очень известных. Одну – просто хорошую статью. Просто хорошая статья – это про Бровновское движение. Она тоже была призвана установить абсолютные размеры, массы атомов. Это была важная проблема, никто не знал ни размеров, ни радиусов, ни масс с какой-нибудь приличной точностью. Но, с другой стороны, из Бровновского движения эти величины тоже можно определить не особо точно. Так что это было некое очередное свидетельство в пользу атомной гипотезы, которое давало какие-то полезные практические предсказания, как можно из наблюдений в микроскоп диффузии этих самых мелких частиц, взвешенных в жидкости, измерять размеры молекул жидкости. Но это было такое весьма неточное вычисление, хотя с принципиальной точки зрения очень интересное. Все это хорошо. А две статьи – это действительно в каком-то смысле вершины теоретической физики. В одной из них появилась специальная теория относительности. Но историю теории относительности мы тут прослеживать в этом курсе не будем. Это отдельная интересная тема, хотя это много меньшая по объему тема, чем история квантовой теории. Вторая была очень важным вкладом в возникающую квантовую теорию. Это была гипотеза световых квантов. Планк всеми силами стремился удержаться в рамках классической физики. Чем дальше, тем больше ему приходилось отступать, потому что тот же Эйнштейн, Лоренц и другие уважаемые люди все более строго доказывали, что из классической электродинамики, статистической физики ничего, кроме распределения Реллея-Джинса, получить в принципе невозможно. Но Планк старался остаться на классических основаниях столь сильно, сколь это возможно, скажем так. Поэтому, когда он предложил свой метод подсчета числа микросостояний, связанных с тем, что мы некие кванты энергии распределяем по материальным осцилляторам, эти кванты энергии неразличимы, ну и дальше вся эта комбинаторика идет, которую мы обсуждали в прошлый раз, значит, он предположил такую вещь, что энергия материального осциллятора, про осцилляторы поля он ничего не говорил и не думал, вот материальное, то есть, ну, грубо говоря, заряд на пружинке, вот колеблется он с какой-то частотой омега. Так вот, пришлось ему признать, что энергии осциллятора бывают не любые, а что они пропорциональны h омега, что это вот такой вот, есть дискретный энергетический спектр у этого самого осциллятора. Ну, и тем самым, если осциллятор переходит из одного состояния в другое, меняя свое n, он излучает непроизвольную, излучатель поглощает непроизвольную энергию, а энергию h омега. Ну, на целое число, скажем. Но и только. Дальше он идти был не согласен. Он считал, что когда эта энергия уже излучилась, то это классическая максвеловская электромагнитная волна, которая, естественно, непрерывно распространяется там в пространстве и все такое прочее. И дальше эту волну можно, ну, там, всякими оптическими приборами нарезать на любое количество маленьких кусочков, направить в разные стороны и так далее и тому подобное. То есть вся дискретность была фактически вот в материальном осцилляторе и процессе излучения. Электромагнитная волна он считал чисто классическими непрерывными волнами. Вот именно в этом Эйнштейн на пять лет позже и усомнился. И привел в пользу этого аргумента. Первый аргумент, как ни странно, это был не тот аргумент, который сейчас все знают, который проходит в школе и все такое прочее. Фотоэффект. Фотоэффект он рассмотрел в той же статье, но уже в качестве примера применения этой идеи. В качестве как бы основного обоснования он рассматривал, опять же, энтропию вот этого самого равновесного электромагнитного излучения. Значит, и проводил ее аналогию с энтропией газа. Для энтропии газа зависимость энтропии газа от объема она, в общем-то, очень простая. Это просто-напросто логарифм отношения этих объемов в степени числа молекул газа. Ну, можно это Н сюда вытащить перед логарифмом поставить. Ну, эту формулу, в общем-то, можно вывести без особого труда. Да, имеется в виду температура постоянная. Мы сравниваем один и тот же газ при постоянной температуре, но вот с двумя разными объемами. Значит, ну, эта формула как бы довольно очевидна. То есть, если мы взяли, ну, скажем, какой-то сосуд, разделенный пополам, и молекулы у нас есть только здесь, а потом мы эту стенку убрали, и они равномерно распределились по всему объему, то у каждой молекулы есть вдвое больше, ну, там, микросостояний. Дальше их Н штук. Ну, вот получается вот такая формула для изменения энтропии больцмановского классического газа. Ну, Эйнштейн ее, тем не менее, вывел вполне строгим способом, как по Больцману полагается. Так вот, дальше он рассмотрел равновесное излучение, подчиняющееся распределению Вина. Не распределению Планка, которая правильная, а распределению Вина, которое есть, ну, вот его предельный случай. Предельный случай при достаточно больших омега. И для равновесного излучения, подчиняющегося распределению Вина, для которого тоже формула для энтропии была известна, скажем, тому же Планку, он получил, что вот эта разность энтропий равняется логарифму отношения объемов в степени энергии этого самого равновесного излучения делить на h омега. Ну, дальше эти формулы выглядят подозрительно похоже. И дальше можно интерпретировать Виновское равновесное излучение как больцмановский газ каких-то частиц, световых квантов, которых имеется е делить на h омега штук. То есть полная энергия равняется энергии одного такого кванта умножить на их число. То есть, исходя из этого аргумента, Эйнштейн предположил, что уже испущенное излучение не является только максвилловскими непрерывными волнами, но и одновременно обладает свойствами коллектива частиц газа. Естественно, Эйнштейн никак не мог сказать, а давайте забудем всю волновую оптику, поскольку экспериментов по интерференции и дифракции никто не отменял. Он не мог вернуться к ньютоновской корпускулярной теории. Поэтому ему приходилось формулировать эту идею очень осторожно. Статья называлась «Очень осторожно». Что-то типа об одной эвристической точке зрения насчет процессов излучения. Примерно так. То есть, по этой эвристической точке зрения, получалось так, что свет является волнами и частицами одновременно. Хотя эти два представления, казалось бы, противоречат друг другу. Но тут Эйнштейн ничего не мог поделать. То есть, разбираться с этим стало возможно только значительно позже по времени. Ну а дальше, когда, исходя вот из этого аргумента и из распределения вина, Эйнштейн эту идею уже выдвинул, дальше он стал рассматривать ее несколько применений. Самое знаменитое – это фотоэффект. Значит, фотоэффект изучается каким образом? В принципе, возможно, разные несколько постановки. Например, если мы взяли металл, светим на него каким-нибудь светом, этот свет может из этого металла воровать электроны. И дальше мы хотим измерить максимальную энергию этих электронов. Поэтому мы тут ставим сетку, подаем на нее напряжение в таком направлении, чтобы оно тормозило, препятствовало этим электронам распространяться. И тогда при каком-то напряжении электроны перестанут. А вот здесь мы эти электроны собираем и измеряем амперметром, какой ток течет. Ток исчезнет при каком-то запирающем напряжении на вот этой вот самой сетке. Тем самым можно найти максимальную энергию вырываемых из металла электронов. И оказалось, то есть фотоэффект изучали экспериментально в эти годы. Данные уже кое-какие были. Не сказать, что поняли более безумно высокой точности и все такое, но кое-какие были. Выяснилось несколько интересных вещей. Одна из которых состоит в том, что максимальная энергия вырываемых электронов не зависит от интенсивности света. С точки зрения классической электродинамики это очень странно. Если падает электромагнитная волна, в ней есть электрическое поле. Электрическое поле выдергивает из металла электрон. Чем больше электрическое поле, тем больше может быть энергии этого электрона. А вот ничего подобного. От интенсивности света зависит, естественно, ток. Чем больше интенсивность, тем больше ток здесь будет течь в этой цепи. Но не зависит сама максимальная энергия. С другой стороны, максимальная энергия зависит как-то от частоты падающего света. И при частотах меньше некоторой фотоэффект вообще не происходит. Ну и вот эти вещи все одновременно замечательным образом объяснил Эйнштейн в этой самой статье, который написал такое простенькое уравнение, что максимальная энергия электрона, который вырывается светом из металла, равна энергии кванта света. Вот поглотился квант света, он выбил отсюда электрон. Но часть энергии электрон мог, например, потерять, поэтому здесь стоит максимальная энергия. Минус – работа выхода электрона из металла. Электрон предпочитает жить внутри металла, чтобы его оттуда вытащить, надо произвести некую работу. Ну вот, значит, вот она такая простая формула, которая, значит, одновременно говорит и то, что эта максимальная энергия зависит только от частоты, ну и от того, какой это металл. И во-вторых, говорит, что при частотах меньше какой-то, электроны оттуда вырываться не будут. И это вот пороговая частота, но она для разных металлов разная, она зависит от работы выхода электрон. Значит, подробным экспериментальным изучением, правда, это было уже заметно позже, уже где-то вообще в начале 20-х, я не помню сейчас даты конкретной, подробнейшим изучением фотоэффекта занялся Меликен, который абсолютно не верил во всю эту квантовую чушь, формулу Эйнштейна не признавал, просто экспериментально изучал фотоэффект на самых разных металлах, там с разными частотами света и так далее, и так далее. В конце концов, пришел к вводу, что вот это уравнение описывает его результаты совершенно точно. Ну, вот это было, пожалуй, наиболее знаменитая часть этой статьи 905 года, такая вот теория фотоэффекта. И там было еще несколько применений, например, такого типа, что существовало часто эмпирическое некое правило, правило Стукса, что в случае фотолюминесценции, что такое фотолюминесценция? Если вещество облучать светом какой-нибудь частоты, то возбуждается люминесценция этого вещества, то есть он может опять же излучать свет. Так вот, частота этого вторичного света всегда меньше, чем частота того первичного света, которым мы его облучали. Это называлось правило Стукса. Тоже было чисто эмпирически установлено. Ну, вот Эйнштейн его, естественно, образом объяснял, что, значит, квант с энергией H-омега поглотился каким-нибудь атомом среды. Часть энергии он может передать другим атомам в результате столкновения или чего-то, а оставшаяся энергия, которая излучается в виде вторичного вот этого света, она всегда меньше. Ну, или такая же, меньше или равна. Ну, ладно. Вот это, значит, примерно, что было в работе Эйнштейна 905-го года. Сейчас я загляну в свою шпаргалку, чтобы чего-нибудь опять не забыть. А, ну да. Собственно говоря, еще одна тема, которая уже не связана напрямую с электромагнитным тепловым излучением, а связана с теплоемкостями. С теплоемкостями в это время, это вот начало 20-го века, вообще говоря, ситуация обстояла неблагополучно. То есть, с одной стороны, можно сказать, что были вполне успешные предсказания Больцмановской теории газов, который, ну, скажем, для одноатомных газов, атом газа имеет там три степени свободы, по теореме Больцмана равна распределение на каждую степень свободы приходится Т пополам, это энергия три вторых Т, теплоемкостями три вторых, в расчете на один атом. Все замечательно, на эксперименте так и есть. Но дальше начинается куча неудобных вопросов. Если рассматривать атомы как, ну, какие-то такие твердые сферы, то кто сказал, что они не могут вращаться, почему у них только поступательные степени свободы, а вращательных нет, казалось бы, тогда будет еще три степени свободы, теплоемкостями должна быть в два раза больше. Более того, в те времена уже стало ясно, из, ну, вот, скажем, открывателем электроны считается Джи-Джи Томпсон, что электроны входят в состав атомов. Еще никто толком не знал, сколько там в каком атоме электронов, но что они там есть, это понятно. И что они там есть, и что они могут как-то колебаться, излучать, предположительно, излучать дискретные спектральные линии, каких-то там частот. То есть, предположительно, в атомах электронов должно быть полным-полно. И раз они там могут двигаться, колебаться, то почему они не вносят вклад в теплоемкость? Аналогичный вопрос. Почему электроны проводимости металла не вносят вклад в теплоемкость? Электроны проводимости, несомненно, в металле есть. Электронная теория Друдия Лоренца очень хорошо описывала проводимость, теплопроводность, всякие такие вещи, на основе того, что электронопроводимость – это почти что свободный газ. Ну, они там на чем-то рассеиваются, но это уже эффект старостепенный, а в первом приближении – это просто газ свободных электронов, да и все. Казалось бы, по классической теории, электроны проводимости тоже должны давать вклад в теплоемкость. Так вот, если… А, ну да, двухатомная молекула – то же самое. Ну, это очень похоже на парадокс с атомами. Двухатомная молекула – надо было считать, что у нее пять степеней свободы. Три поступательных и две вращательных. А почему она не может вращаться вокруг своей оси? Вот так вот. Это было непонятно при том классическом взгляде на природу, которая тогда господствовала. Более, конечно, какие-то попытки, такие объяснения, которые говорили о том, что, ну, например, например, в качестве дурацкой гипотезы, атомы – это настолько гладкие сферы, что когда они сталкиваются даже вот так вот как-то вскользь, они не начинают вращаться, они всегда отскакивают, то есть сила между ними действует строго по-нормали. Поэтому вращение атомов считалось, что возбудить невозможно. Это точно так же вращение молекулы вокруг своей оси. Вот такое вращение можно возбудить, вот если в молекулу стукнут другой молекулой вот так, она завертится. И тем самым там средняя кинетическая энергия на эту вращательную степень свободы установится равной положенным ей т.п. пола. А почему этот вопрос касательно вот такого вращения молекул народу интересовал? Ведь казалось бы, в любом случае, энергия вот такого вращения гораздо больше, чем вот такого. Нет, равно распределение. Равно распределение. И та, и другая, и та попала. Поэтому если есть только вращение вот такое и вот такое, две вращательных степени плюс три поступательных, это вот пять. Теплоемкость будет пять вторых. А если еще и так может вращаться, она будет шесть. Это уже от пять вторых все-таки заметно. Я понимаю, но она же по идее касается. Нет, три, конечно, я скажу. Такого вращения, она просто приближительно мало. Да нет, она такая же. Средняя энергия кинетическая. Любой степени свободы одинаковая. Потому что, ну, есть распределение Больцмана по этим самым энергиям. Е в степени, там, минус Е на Т. Так? И поэтому средняя энергия равна Т попала. Отсюда легко и распределение Больцмана получить. Ну вот. То есть, да, и самое главное было, конечно, про твердые тела. Про твердые тела существовал закон Дю Лонгой Пти. Это французы, насколько я понимаю, какие-то XIX века. Который сначала был чисто экспериментально установлен. А потом его объяснил все тот же Больцман. Который выполнялся для подавляющего большинства твердых тел. Значит, по закону Дю Лонгой Пти теплоемкость любого твердого тела в расчете на один атом равняется трюм. Это очень легко понять, потому что у кристалла есть, ну скажем так, 3N степеней свободы. Каждый атом может двигаться в трех направлениях. Это вот 3N степеней свободы. Значит, кинетическая энергия будет вот такая вот, в среднем. А потенциальная энергия гармонических колебаний такая же, как средняя кинетическая. Значит, на 2 надо умножить. Итого получается энергия 3NT, или теплоемкость 3N к 9 числу атомов. Теплоемкость в расчете на один атом равна 3. И действительно, для огромного большинства твердых тел так оно и есть при комнатных температурах. Ну, во-первых, было уже известно одно исключение в это время. Теплоемкость алмаза при комнатной температуре существенно ниже, чем полагающееся ей значение 3. Я сейчас не помню какое, но что-то вполне еще тема. Там 2, что ли. Ну, в общем, вне пределов возможных ошибок. Но потом как раз где-то примерно вот в эти времена, ну, там этот процесс был растянутый во времени, ну, началось активное изучение физики низких температур. И обнаружилось, что теплоемкость твердых тел всех при понижении температуры рано или поздно начинает уменьшаться. Ну, до очень низких температур тогда доходить не умели. Но тем не менее, что теплоемкость от температуры от вот этого значения 3 начинает загибаться куда-то вниз, это уже было известно. На самом деле то же самое происходит с алмазом. У алмаза, наоборот, измеряли теплоемкость при высоких температурах. И она там возрастала и стремилась асимптотически к правильному значению 3, к закону Дюланга-Пти. То есть просто оказалось, что с точки зрения алмаза наша комнатная температура уже низкая. С точки зрения большинства других кристаллов она еще вполне высокая. Ну вот, так вот, значит, вот эти вот все вещи, и что эта теплоемкость вероятно стремится к нулю при совсем низких температурах, хотя при очень низких температурах тогда еще было мало данных, они как раз так привели постепенно вот к установлению третьего начала термодинамики Нернстом, то есть там вот Нернст с коллегами активно занимался всеми этими низкотемпературными исследованиями. Ну а дальше возник вопрос, как бы это можно было объяснить. И опять-таки все тот же Эйнштейн, несколько позже, точный год я сейчас не помню, если у меня шпаргалки не написан, в 1907 году Эйнштейн предложил следующую вещь насчет теплоемкости твердых тел. Он сказал, ну да, конечно, там атомы в твердом теле, они связаны какими-то силами, они как-то колеблются, сложно, но давайте в качестве простейшей модели предположим, что они все колеблются с одной и той же частотой омега. Очень грубое, надо сказать, предположение. Ну вот если так предположить, и предположить, что гармонические колебания, гармонический осциллятор подчиняется вот этому вот правилу квантования планка, у него энергия не любая, только вот такая вот дискретная, то тогда энергия этого самого твердого тела из N-атомов, это будет 3, число степеней свободы, умножить на среднюю энергию этой самой степени свободы, которая будет H-омега-0 на E в степени H-омега-0 на T без единицы. Ну и поэтому, если температура много больше, чем H-омега-0, то тут числитель и знаменатель сократятся, мы получаем закон Дю Лонга-Пти. Как только температура стала сравнима с H-омега-0, то энергия становится меньше, теплоемкость, соответственно, теплоемкость, это надо продифференцировать по температуре, я уж не буду это упражнение делать, но она будет убывать. По вот этой формуле Эйнштейна 1907 года, она будет убывать, на самом деле, страшно сильно, в том смысле, что она будет стремиться к нулю вот здесь, вот вообще вот так вот, прижимаясь к оси Т, потому что она там будет экспоненциальна, то есть там, наоборот, становится экспонентом большой, то есть теплоемкость будет малоэкспоненциальна. Ну и поначалу экспериментальные данные по теплоемкостям твердых тел, в общем-то, успешно описывали формулой Эйнштейна для каждого конкретного вещества в качестве вот этого подгоночного параметра использовали омега-0 и определяли, какое нужно омега-0, чтобы там подогнать экспериментальные данные, которые в область очень низких температур не продолжались, там было неизвестно, что будет. А вот начало этого загиба, ну, можно как-то описать, видимо, можно описать вообще любой формулой, так скорее всего, которая дает какое-нибудь убывание. Ну, это была, тем не менее, конечно, очень грубая модель, но, впрочем, первая модель, которая использовала соображения вот новоявленной квантовой теории, только что недавно появившейся, применительно вот к твердым телам, к физике твердого тела. Улучшить эту модель, опять же, код я сейчас посмотрю, он у меня здесь, наверное, написан, когда это все произошло, в 1912 году. Дебай создал на самом деле гораздо лучшую модель теплоемкости твердых тел. Значит, что сказал Дебай? Кстати, очень разумный человек. он как раз рассматривал собственное колебание кристалла. То есть, не то, что каждый атом колеблется якобы с какой-то фиксированной частотой, а существует собственное колебание всего кристалла как целого. Причем, когда, скажем, частоты этих колебаний низкие, что означает, что длина волны большая, много больше межатомного расстояния, кристалл можно рассматривать как сплошную среду, подчиняющуюся просто теории упругости. А теория упругости что говорит? Говорит, есть упругая волна, продольная и поперечная. Ну, если, скажем, пренебречь анизотропии кристалла, кристалл, в общем-то, любой всегда, анизотропен, но если считать его изотропной упругой средой, то будет одна продольная волна при данном волновом векторе и две поперечные с двумя перпендикулярными направлениями поляризации. Кстати говоря, Дебай первым, или по крайней мере одним из первых, как раз формулу Планка получил, исходя из собственных электромагнитных мод полости, не из каких-то чисто искусственных материальных заряженных осцилляторов, которые туда вводил Планка, а прямо из тех осцилляторов поля, которые там заведомо есть. а ту же самую идею он применил к твердому телу. Значит, пока твердое тело можно рассматривать по обычной теории упругости, то там, значит, будет что? Ну, я сейчас пока еще даже для пущего упрощения буду считать, что скорость звука и продольного поперечного одинаковы. А черт с ним? Так тогда, значит, будет у нас три возможных поляризации, продольное и две поперечных. Дальше в объеме В будет ВД3К на 2П в кубе. Это будет число собственных мод, собственных колебаний этого кристалла в элементе объема Д3К. Давайте мы как обычно, как мы уже делали, обзовем эту штуку плотностью уровней на Д омега. Для звука омега равно скорости звука на К. Очень похоже на то, что мы делали для света. Так? Когда выводили формулу релея-джинса. Только там здесь было не 3, а 2, потому что две поляризации. И здесь была скорость света. Остальное ничем не отличается. Значит, тогда получится, что вот эта штука будет равна 3, здесь будет а, да, В я здесь тоже напишу, естественно. То есть ньот омега относится к единице объема, чтобы объем везде не писать. Вот, значит, здесь будет 3, здесь будет 4 Пи К квадрат ДК, который я заменю на омега квадрат Д омега, тогда мне надо скорость звука в кубе в знаменатель поставить, а здесь будет 8 Пи в кубе. А, ну, В. Значит, В можно сократить. И что получится? Получится, что при малых частотах омега плотность собственных колебаний, плотность спектра, спектральная плотность этих самых собственных упругих мод, это будет 3 вторых омега квадрат на Пи квадрат скорость звука в кубе. Ну, или, если действовать чуть-чуть аккуратнее и учесть, что продольная и поперечная скорость звука разная, то это будет тогда 1 вторая, омега квадрат на Пи квадрат, а здесь я напишу единица на скорость продольного звука в квадрате плюс 2 на скорость поперечного звука, в кубе, прошу прощения, в кубе. Вот так вот несколько более точная формула. Строго говоря, я говорю, кристалл всегда не затопен, поэтому там нет чисто продольных и чисто поперечных мод. Если К направлен как-то наискосок в этом кристалле, то каждая волна будет отчасти продольной, отчасти поперечной, поэтому здесь нужно какое-то усреднение, нужно взять единицу на С в кубе и как-то усреднить по всем направлениям К, что-то в этом роде. Это все можно сделать. Ну вот, а дальше что дальше сказал Дебай. Дебай сказал, что эта формула естественно не может быть применима вплоть до бесконечно больших омега, иначе получится бесконечно большое число собственных колебаний, а всего должно быть 3N штук. Поэтому он сказал, давайте вот эту самую ню от омега, которая растет как парабола пропорционально омега в квадрате. Ну я просто где-то обрежу. Скажем, что вот есть некая омега Дебай, которая теперь называется, а дальше будет 0. А положение этого омега Дебая мы поставим такое, чтобы полное число, то есть V интеграл ню от омега до омега от нуля до верхнего предела омега Дебаевская, это будет 3n, полное число колебательных степеней свободы кристалла. Ну, дальше отсюда можно найти омега Дебая, я уж не буду это делать, это совершенно элементарное вычисление. Исходя из него можно найти из вот этой частоты можно найти соответствующая лямда Дебая, длину волны самая большая омега или самая маленькая длина волны И она окажется порядка межатомного расстояния То есть порядка плотности в степени минус 1 третья Ну, тут числа какие-то π всякие и так далее То есть самые короткие длины волн, которые бывают это порядка межатомного расстояния Короче быть не может волн Поэтому все вроде бы довольно логично Ну, а дальше можно найти энергию Энергию значит мы найдем как? Это будет В интеграл ν от омега от нуля до омега Дебаевская А вот тут будет средняя энергия одного собственного колебания имеющего частоту омега То есть h омега на e в степени h омега на t без единицы t омега Вот так Ну, из этой энергии можно найти теплоемкость Значит что в этой формуле замечательно В этой формуле замечательно что она заведомо правильно в двух противоположных предельных случаях при низких температурах а при высоких температурах При промежуточных она не обязана быть такой уж сильно правильной Давайте посмотрим Значит в случае низких температур когда температура много меньше того, что называется t дебая А t дебая это то же самое что h омега t дебая Хорошо Тогда существенные омеги порядка t существенные омеги t на h точнее говоря Значит существенно только весьма низкие частоты только вот здесь эти колебания где-то действительно возбуждаются А большие частоты где мы совершенно произвольным образом нарисовали эту спектральную плотность они несущественны и поэтому верхний предел можно заменить на бесконечность так верхний предел мы на бесконечность заменим ню пропорционально омега в квадрате то есть тут будет что-то типа омега в кубе d омега ну и дальше просто из соображения размерности понятно что е пропорционально т в четвертой ну и соответственно теплоемкость пропорционально т в кубе это случай низких температур значит вот тут энштейновская формула начинает врать радикально сильно по энштейновской формуле с фиксированной частотой всех на свете колебаний здесь будет экспоненциальная малость а по формуле дебай она будет как куб ладно наоборот при больших температурах при больших температурах омега-то у нас не бывает сильно большая омега всегда ограничена омега-дебай то есть когда это много больше т дебая то тогда просто вот здесь можно вот это среднее заменить на его упрощенный вариант экспоненту разложить единичку сократить аж омега сократить останется т итого останется закон делонга-пти е равно 3НТ теплоемкость равна 3 вот значит в обоих этих предельных случаях формула заведомо правильно в промежутке она в общем-то играет роль интерполяционной формулы ничего другого более фундаментального в ней в общем-то не задержится ну и дальше когда там эксперименты в области физики низких температур продолжались то стало ясно что действительно формула дебая их описывает значительно лучше и большим ее плюсом с точки зрения скажем во-первых с точки зрения экспериментаторов и во-вторых более того с точки зрения экспериментаторов того времени было то что это одна единственная универсальная функция то есть вот эту самую теплоемкость можно было написать как некую функцию от тэг тэдди бая это функция одного переменного эту функцию кто-то когда-то однажды посчитал составил таблицу это я к тому что компьютеров тогда не было то есть сравнивать что-нибудь со сложной формулой было заметно сложнее потому что по этой формуле надо еще и численное значение получить а вот эту функцию дебая ее затабулировали таблицы более опубликованы и все могли сравнивать с таблицами прямо ничего не считая вручную или на каком-нибудь арифмометре если они тогда вообще были так вот значит описывалось все очень прилично то есть вот это самое исключение насчет алмаза как раз ровно тема объясняется что у него температура дебая больше комнатной температуры у подавляющего большинства веществ цена меньше тут есть еще любопытный исторический момент дело в том что в это же самое время а это был значит я еще раз напоминаю это был 1912 год когда дебай опубликовал вот эту свою интерполяционную формулу колебаниями кристалла занимались занимались еще два человека Борн и фон Кармен совместно не то что каждый по отдельности это они совместно решили ну в общем-то исследовать колебания кристаллических решеток всяких разных любые там эти решетки бывают целой кучи разных геометрических таких типов и как из кристаллографии известно то есть вот они занялись такой задачей и на самом деле они действительно развили совершенно такую полную подробную теорию колебаний любых кристаллических решеток там для вот этого вот скажем если мы возьмем даже какую-нибудь простейшую решетку во-первых азатомов одного типа и во-вторых ну какую-нибудь я не знаю кубическую что ли простую то там формула для плотности собственных колебаний будет при нескольких омегах она естественно такая же пропорционально омега в квадрат тут никуда не денешься а дальше она какая-то так сказать разумная какая-то я уж ее сейчас не знаю и она действительно обращается в ноль после какой-то максимальной частоты дальше с большими частотами колебаний быть не может но она естественно не такая совершенно придуманная из головы парабола с резким обрезанием а какая-то плавная функция причем у нее гораздо больше параметров все это зависит и от геометрии решетки и от констант взаимодействия между атомами в этой решетке и так далее и то что сделали Борн и Кармен на самом деле практически просто стопроцентно сейчас вы можете найти в любом учебнике физики твердого тела они эту задачу решили исчерпывающе там просто нечего больше делать и они опубликовали статью по-моему если я не ошибаюсь на три дня позже она вышла из печати чем статья Дебая потом они очень по этому поводу огорчались и переживали но сделать уже было ничего невозможно ну и плюс к тому их формулы были много сложнее и сравнивать их с экспериментом ну не имея даже возможности там посчитать какой-нибудь интеграл зависящий от многих параметров численно на компьютере было занятием очень нетривиальным поэтому в общем-то эта вся теория Бурна-Кармана хотя она идеально правильная большим вниманием физиков не пользовалась ну вот как я говорю вплоть до современных времен она сейчас является совершенно такой неотъемлемой частью когда речь идет про фаноны про колебания решетки то это в точности то что написали Бурна-Карман в все том же самом 1912 году ничего другого с тех пор не придумано так ладно значит это будет считать что это все с теплоемкостями и следующее сегодня начнем рассматривать а продолжим уже в следующий раз это про модели атомов и спектра значит атомная гипотеза к тому времени она еще в общем-то считалась гипотезой хотя ее поддерживала большая часть химиков и физиков ну такой в общем-то особенно строго доказанной не являлась хотя чем дальше тем больше она была доказана и обоснована то есть к этому как раз стремился Эйнштейн он придумал целую кучу разных способов определения размеров молекул и так сказать доказательств существования вся его деятельность вот с 900 по 95 год это как раз попытки подтверждения атомной гипотезы но хорошо допустим атомы существуют допустим как нас учит Джи Джи Томпсон в атомах есть электроны которые там как-то могут колебаться и чего-то излучать и отсюда получаются атомные спектры но все-таки что же из себя представляет атом раз там есть электрон а там должен быть какой-то положительный заряд который бы компенсировал заряд электронов а вот из чего он состоит этот положительный заряд ну одной из первых идей на эту тему была модель атома как раз все того же самого Томпсона в 906 году он опубликовал такую модель значит положительный заряд в атоме распределен по какому-то шарику равномерно то есть вот есть шарик с размером в радиус атома из равномерно заряженной положительной материи сплошной уже не состоящей из чего-то просто вот непрерывная среда такая внутри этой штуковины как изюминки в кексе засунуты электроны электроны в ну таком нормальном невозбужденном состоянии покоятся то есть как-то они там так распределились что ну там находится в состоянии равновесия силы со стороны вот этого положительно заряженного теста этого кекса и со стороны друг друга ну как раз уравновешиваются так что получается какая-то статическая конфигурация другой стороны если эти электроны как-то там толкнуть то они начнут колебаться малые колебания вблизи положения равновесия естественно гармонические и поскольку эта система ну там с конечным но предположительно большим довольно таки количеством электронов то есть какие-то собственные частоты колебаний и вот эти собственные частоты колебаний это и есть дискретная частота спектральных линий так говорил Томпсон никаких особых доказательств для всего этого у него естественно не было и не могло быть но с другой стороны скажем так почему бы и нет а дальше произошло следующее экспериментальное открытие которое показало что все это совсем не так значит резервфорд который в это время был профессором манчестерского университета он активно занимался ну уже в течение довольно многих лет изучением альфа-частиц тогда еще вообще не было известно что такое альфа-частица где-то примерно в эти же годы он выяснил что это ядро гелия то есть он их изучал по-всякому и очень подробно в частности он изучал рассеяние альфа-частиц веществу поскольку в общем-то резервфорд уже был как бы довольно большим начальником главным физиком всего манчестера то разными задачами у него занимались там разная группа людей под его руководством в частности рассеянием альфа-частиц занимались гейгер и марсдан гейгер это тот самый который придумал щитчик гейгера который поначалу там и использовался но потом они поняли что лучше использовать не щитчик гейгера и лучше использовать сцентиляционный экран сцентиляционный экран но можно рассматривать микроскоп попадение альфа-частицы вызывает вспышечку маленькую которую видно в микроскоп поэтому их можно просто считать глазами хотя это занятие исключительно утомительно было во первых она требует полной идеальной темноты во вторых она требует чтобы глаза к этой темноте хорошо адаптировались в третьих глаза довольно быстро устают у людей вот от счета очень тусклых маленьких вспышечек через какое-то время они ему просто начинают мерещиться там где их и нет вовсе но тем не менее вот такая была экспериментальная техника и они значит гейгер и марст под руководством резервфорда изучали рассеяние при прохождении альфа-частиц через тоненькие пластинки там разных веществ с разными атомными номерами разные элементы использовались смотрелось как зависят эти углы отклонения от толщины пластинки от зета и от всего на свете ну да альфа-частицы были от альфа-распадов радиа там отдельная история как резервфорд выпросил в себе взайму полграмма радиа у австрийской академии наук без которых он не мог производить эти эксперименты но выпросил успешно и принесли эти полграмма огромную пользу науке ну вот так вот однажды было это в 1909 году резервфорд предложил марсдену а марсдену вообще был в этот момент фактически лаборантом то есть главным физиком по этой проблеме был гейгер а у него в подчинении был некий помощник который мог то по ночам сидеть и считать сентиляции молодой человек марсден резервфорд ему сделал такое предложение которое самому же резервфорду в общем-то оказалось очень диким вероятно психологически именно поэтому не стал его высказывать гейгеру а сказал некому безответному молодому человеку говорит а вы попробуйте посмотреть нет ли альфа-частиц рассеянных назад ну или почти назад на очень большой угол и через какое-то вполне небольшое время там через несколько дней марсден ему взволнованно сообщил что такие есть резервфорд само это предположение само это предложение этого эксперимента в общем-то рассматривал как некую дикую идею которая почти наверняка ни к чему не приведет но все-таки надо проверить то есть потом уже заметно позже он говорил может быть так с неким литературными преувеличениями говорил что он был поражен что это как если бы вы выстрелили из пушки снарядом по папиросной бумажке а снаряд отразился и поразил вас то есть тогда считалось что атом это система ну довольно большая и рыхлая так сказать и тяжелая с огромной энергией альфа-частица пролетает через него насквозь но может немножко отклоняется тогда это было такое вообще принятое мнение но дальше эти эксперименты продолжались там опять же с разными веществами устанавливались закономерности то есть на большие углы там близкие к пи рассеивалось очень мало альфа-частиц поэтому пришлось им источник альфа-частиц помощнее сделать чтобы их все-таки было считать более удобно и часто это значит был 909 год тогда вот эти чисто наблюдения без всякой интерпретации были опубликованы а резервуар думал очень интенсивно над тем как бы это можно было объяснить одна идея которая приходила в принципе в голову и которая ну если ей не казалось правдоподобной то как минимум нуждалась в опровержении состояла в том что это может быть многократное рассеяние эта альфа-частица просто очень много раз рассеялась на малый угол но как-то вот так ей повезло что она все время в одну сторону отклонялась и в итоге полетела назад ну это в общем не казалось особенно правдоподобным но тем не менее резервуар который как раз не то в этом не то в прошлом году получил Нобелевскую премию то есть в общем-то большой человек профессора Нобелевский лауреат стал посещать студенческий курс теории вероятности чтобы значит иметь возможность ну вот как-то оценить не может ли многократное рассеяние объяснять результаты этих опытов сколько там время ну сейчас москву ну и в конце концов резервуард вот тут я хочу подчеркнуть вклад в общем-то действительно великого экспериментатора резервуарда в теоретическую физику резервуард в 911 году ввел понятие сечения рассеяния до него такого понятия не существовало он его просто ну вот так сказать придумал ну и посчитал классическую задачку про вычисление сечения рассеяния заряженной частицы в кулоновском поле и дальше он стал сравнивать вот эти экспериментальные данные с вот этой формулой для сечения резервуарда обнаружил что они соответствуют согласуются тогда значит он вынужден был прийти к выводу что альфа частица рассеивается кулоновским полем что означает что положительный заряд ядра сосредоточен в какой-то очень маленькой области до которой эта альфа частица не долетает энергии у нее не хватает чтобы прям туда в это ядро удариться она пролетает мимо но кулоновское поле ее отталкивает и если она пролетает ну далеко она отклонится на маленький угол а если она летит почти в лоб она отразится почти назад по гиперполе как положено ну вот тогда именно резервуарда и однажды придя в комнату где сидели все его ученики и сотрудники гордо сказал теперь я знаю как выглядит атом то есть тогда он такую предложил картину картину состоит ну то та которую мы сейчас все и знаем что что имеется очень маленькое положительно заряженное ядро электроны вращаются вокруг этого ядра то есть атом весь в основном пустой вся его масса и весь положительный заряд сосредоточен в очень маленькой области но для ее размера он фактически имел только верхнюю границу такую что альфа частицы той энергии которую он использовал от ради они не могли стукнуться в это ядро энергии им не хватало для этого естественно резервфорд сразу же понимал что эта картинка противоречит очень многим представлениям классической физики в первую очередь все и всегда говорят о том что есть такая проблема что поскольку электроны вращаются как-то вокруг ядра они движутся ускоренно они обязаны излучать и поэтому в конце концов они свалятся на ядро излучив всю свою энергию атом не может быть стабилен это все абсолютно правильно но на самом деле есть даже более грозная опасность в любом атоме в котором больше одного электрона но излучение это процесс относительно медленный то есть если это дипольное излучение там какой-то ц в кубе там где-то стоит если я не ошибаюсь знаменатель в общем это относительно долгая волынка но она все равно там за 10-10 секунды что ли по-моему все это должно произойти падение в центр но тем не менее это существует более быстрые процессы когда есть атом с хотя бы двумя электронами то эти два электрона столкнувшись сюда могут перераспределить свою энергию так что один упадет поближе к ядру получит большую отрицательную энергию а другой выскочит из атома и это процесс который уже не требует никакого излучения и поэтому он происходит гораздо быстрее ну за исключением каких-то исключительных ну скажем можно придумать очень симметричные конфигурации там например в случае с двумя электронами вот ядро в серединке а два электрона движутся по одной и той же круговой орбите в ровно в противоположных местах тогда они так делать не будут но если они в какой-то несимметричной конфигурации то скорее всего произойдет вот именно такой процесс часть электронов получит большую отрицательную энергию и упадут поближе к ядру а часть улетит наружу из атома ну вот значит ну есть и другие конечно какие-то совершенно загадочные вопросы что вообще определяет радиус атома энергию атома то есть из классической там механики и электродинамики исходя из массы электрона заряда электрона невозможно построить величину размерности радиуса невозможно также построить величину размерности энергии почему какая энергия атома тоже посчитать невозможно почему все атомы одного элемента совершенно одинаковы почему один не может быть в два раза больше другой в два раза меньше если это они по орбитам каким-то крутятся ну орбита может иметь любой размер то есть в классической физике вся вся эта эта модель Резерфорда совершенно противоречила. Но тут, к счастью, в скорости появился Нельсбор и предложил, по крайней мере, первый проект объяснения, который довольно удовлетворительно с этим справился, как минимум для водорода. Но основным источником информации об атомах, такой экспериментально видимой информации, были, конечно, спектры. Спектроскопия к тому времени была уже весьма развитой областью с очень высокой точностью измерений. То есть ее развитие началось где-то еще в начале XIX века, когда люди увидели какие-то дискретные спектральные линии, когда, изучая спектр Солнца, увидели там, наоборот, черные линии на фоне сплошного теплового спектра, более черные провалы. И тогда, значит, Фраункоффер обнаружил, что эти черные линии в спектре Солнца соответствуют по частотам каким-то линиям спектров излучения, каких-то элементов, которые известны и на Земле. И, стало быть, предположил, что это спектр поглощения. И это, в общем, было в каком-то смысле большое дело для начала XIX века. Стало, возможно, делать, так сказать, химический анализ Солнца, когда до него добраться, в общем-то, никак нельзя. Но посмотреть, какие элементы в нем существуют, уже было можно. Где-то в середине XIX века Бунзен и Киргоф, Киргоф тот самый, которого закон Киргофа, он вообще многостаночник в самых разных областях работал, правила Киргофа придумал, которые электротехники очень любят. Но вот они более родоначальниками спектрального анализа. То есть достаточно было маленькой крупинки вещества, чтобы его там сжечь, посмотреть в спектроскопе и найти, какие элементы в этом кусочке вещества содержатся. То есть количество данных получено было огромное. Спектры самых разных элементов, большое количество спектральных линий, весьма точно измерено, точность все время возрастала, точность была уже к концу XIX века очень высокой. И тогда, значит, ну никаких объяснений, почему вообще существуют какие-то выделенные частоты, на которых атомы предпочитают излучать. Их просто не существовало. Первую формулу для спектральных линий получил Бальмёр. Бальмёр вообще человек интересный. Ну, во-первых, ему было около 60 лет в это время. И был он школьным учителем. Учителем в школе для девочек. Где это было? В Базиле. В Швейцарии. Ну что, в Швейцарии я помню, но конкретно в Базиле. Вообще говоря, похоже, он был немножко псих. То есть он был, ну, философски выражаясь, платонистом, который считал, что там целые числа являются основой всего на свете. А на более таком практическом уровне он был большим поклонником нумерологии. Нумерологии – это такие, значит, сумасшедшие, которые изобретают какие-то совершенно идиотские соотношения между разными размерами египетских пирамид. Если вот это на это умножить, на это поделить, еще что-то сделать, получится там пи с большой точностью или еще какой-нибудь такой чушь удумывает. Ну, значит, дальше существуют две версии. Одна более, так сказать, обидная, другая более политкорректная. В обидной версии Бальмер однажды в разговоре со своим знакомым физиком сказал, что ему уже как бы нечего делать. Он уже все численные данные, какие у него под рукой боли, проанализировал как-то. Вот у него не хватает данных. А тот ему подсунул большую таблицу длинглон спектранных линий и сказал, вот смотри, сколько чисел, разбирайся сколько угодно. Несколько более дружелюбная версия по отношению к Бальмеру состояла в том, что он опять же в некой компании хвастался, что он может придумать формулу для общего n-ого члена любой последовательности по нескольким первым членам этой последовательности. Тогда опять же его знакомый физик дал ему длинный вон четырех спектральных линий атома водорода, которые находятся в видимой области спектра. Их всего было известно четыре. Бальмер подумал, и оказалось, что он действительно по первым четырем членам может восстановить общий n-ый член вполне успешно. И вот он предложил эту самую формулу Бальмера, которая, естественно, никакого объяснения не имела. которая, опять же, я все, еще раз повторяю, я все делаю, все пишу в несколько осовремененных обозначениях. Тогда все писали через длины волны, не через омегу и так далее. Но в осовремененных обозначениях удобнее следить за тем, кто же что придумал. Так вот, значит, формула Бальмера выглядит так, что частоты спектральных линий, про которые я вам знал, равняются некой константе, которую потом стали называть константой Риттберга в честь еще одного спектроскописта, на 1 на 2 в квадрате минус 1 на n в квадрате. Хотя n равно 3, 4 и так далее. Значит, первые четыре значения, полученных по этой формуле, идеально точно согласовывались с четырьмя линиями водорода в области видимого света. Бальмер, естественно, немедленно предсказал пятую длину волны, которая оказалась в ближней ультрафиолетовой области, ее до того не видели, но и очень в скорости обнаружил ангстрем, в честь которого единицу длина назвали, но вообще-то он спектроскопист. То есть это предсказание подтвердилось замечательным образом. Но вообще такие вещи впечатляют. Это как с этим предсказанием, какую там планету-то теоретически обнаружили, когда потом посмотрели туда, куда предсказывалась, там она и была. Ну, спектральную линию Бальмер предсказал, посмотрели туда, куда он предсказывал, там и есть спектральная линия. То есть это, в общем-то, как раз самые впечатляющие примеры, так сказать, применения науки. Дальше. Спектры других элементов. Ну, вообще говоря, они, естественно, намного сложнее, чем... Ну, это сейчас мы говорим, естественно, это, да, какого-то принципиального отличия водорода от чего бы то ни было другого, люди, в общем-то, и не знали. Но, тем не менее, спектры других элементов оказались сложнее. И закономерностями этих спектров очень много занимался, например, Риттберг, такой спектроскопист, который предложил такие формулы... А, да, он изучал спектры щелочных металлов. Спектры щелочных металлов состоят из нескольких... А, да, прежде чем... Наверное, сначала я уж про водород докончу, да? Значит... А, нет, ладно, про водород потом. Значит, Риттберг изучал спектры щелочных металлов, ну, не только сам изучал, а собирал все данные, пытался их как-то систематизировать. И там было несколько серий спектральных линий. Все серии выглядели как бы похоже друг на друга, с точностью, да, сдвигав там другую область частот и так далее. Поэтому он для этих серий предложил такие формулы, которые, в общем, неплохо согласовывались. Это будет какая-то константа минус Р на Н плюс П в квадрате. Это называлось принципл серия. Значит, здесь Н целое число, а П некое фиксированное число. Вот то, что мы сейчас знаем как П-волна, это она отсюда пошла, из главной серии спектральных линий щелочных металлов. Значит, для этой серии его формула была такая. Для другой серии, которая называлась шарп, резкая, это была константа минус Р на Н плюс С в квадрате. Замечаете, эти буквы означают соответствующую серию спектральных линий. Еще одна серия, которая была известна, она называлась дифьюз, размытая. И для нее это была константа минус Р на Н плюс Д в квадрате. Значит, когда мы Н меняем, ну, там, в каких-то там, ну, то есть, они пробегают целое число, получается серия спектральных линий, которые сходятся вот к соответствующей константе. То есть, при очень больших Н, вот этот член стремится к нулю, и получается, что этот констант, это предельное значение вот данной спектральной серии. Потом, значит, это, этим всем он занимался в, где-то с 1890 по 1900 примерно год. Это вот был его первый вклад. То есть, он уже знал про формулу Бальмера и, в общем-то, искал нечто подобное. Но вот вместо того, чтобы было просто единица на Н квадрат, он получил, что лучшее согласие с экспериментальными данными дает единица на Н плюс какое-то число в квадрате. Вот это число – это просто константа. Ну, для данного элемента, по крайней мере. Потом он… Извините, константа целая, в смысле? Нет, нет, не целая. А Н целая? Н целая. Н целая – это дробная константа, между нулем и единицей какая-то. Потом он эти формулы несколько улучшил и написал их вот в таком виде. Видео там с некими разностями. То есть вот эту константу R, которая и называется константой Риттберга, он вынес, так сказать, наружу, а здесь у него получалось 1 на 1 плюс S в квадрате минус 1 на N плюс P в квадрате. То есть более похоже на формулу Бальмера. Так? У формулы Бальмера здесь было целое число в квадрате, и здесь целое число в квадрате. Но вот это S и это S – это одно и то же. Здесь, соответственно, получилось у него единица на… Сейчас скажу, что… А, 2 плюс P в квадрате. И здесь у него получилось в этом смысле то же самое. Единица на 2 плюс P в квадрате. Где вот здесь вот N равно 2, 3 и так далее. Здесь N равно 3, 4 и так далее. И здесь N равно 3, 4 и так далее. Значит, вот у него получились такие некие формулы вполне конкретно для щелочных металлов, там всякого, натрия, калия, чего там еще, лития. Для каждого из них значения S, P и D были свои. На самом деле у него еще немножко больше было деталей, потому что некоторые эти линии дублетные, поэтому ему приходилось вводить два разных значения P, чуть-чуть отличающихся, чтобы описать там обе линии и так далее. Ну, в первом приближении, значит, достижения Риттберга выглядели вот так. Ну, а потом такой человек, еще один спектроскопист, Ритц, он, значит, это был Риттберг. 1890-1900. Примерно такой интервал. Ритц. В 1908, по-моему, году, предложил общее утверждение, которое получило название комбинационный принцип, и по которому частоты спектральных линий нумеруются двумя целыми числами. N, N''. И они всегда есть разности двух величин. T, N и T, N'. Вот эти вот T, N назывались термоспектроскопические термосфельные. Частоты спектральных линий – это разности термосфельных термосфельных. Ну, там, объяснение или наглядной картинки, которая бы объясняла, почему здесь должно быть разности. Естественно, у Ритца в то время не существовало, да и ни у кого другого тоже. То есть, вот формулы Риттберга, они действительно именно так и выглядят. Ну, просто у формулы Риттберга, у них для T какие-то используются вполне конкретные выражения, вида единицы на N плюс какая-то не целая константа в квадрате. Риттберга, он вот заявил, что так есть всегда. Значит, на самом деле он это обосновывал тем, что, скажем, суммы частот некоторых спектральных линий опять дают с исключительно высокой точностью частоту какой-то спектральной линии. То есть, если мы возьмем TN минус TN штрих и сюда прибавим TN штрих минус TN два штриха, то мы получим снова возможную частоту спектральной линии. Значит, это вот был комбинационный принцип. Примерно в эти же годы, то есть в начале, в первое десятилетие XX века, были найдены и другие серии спектральных линий водорода. Значит, вот эти вот, ну, как я говорил, эти были в области видимого света, следующая в области близкого ультрафиолета. А вот, ну, тогда появилась в 1906, по-моему, году, если я не ошибаюсь, в 1906 появилась серия Лаймана, которая вот здесь содержала единицу, и которая вся в довольно уже подальше ультрафиолетовой области. Все спектральные линии, даже-то с наименьшей частотой, если она равна двойке, вот здесь, она все равно ультрафиолетовая. Ну, и все остальные тем более. Значит, была наблюдена целая серия вот спектральных линий в ультрафиолетовой области. А дальше уже РИЦ. В том же самом 1908 году, когда он предложил вот комбинационный принцип, как некий общий принцип спектроскопии, он предсказал, что должна существовать и такая серия, как единица на 3 в квадрате минус единица на n в квадрате, которая лежит в инфракрасной области. Все эти спектральные линии уже инфракрасные. И Пашин уже после этого предсказания ее благополучным образом обнаружил. Пашин был большой спец по инфракрасной спектроскопии, умел там это балометром, или я не знаю, чем он там измерял, интенсивность света, когда он в спектроскопе разведен, разные частоты в разных направлениях распространялись, и он действительно там обнаружил вот эту самую серию спектральных линий Пашина. Таким образом, формула Бальмера была, так сказать, обобщена. То есть, вообще говоря, она имеет в вид какой-то вот такой для водорода. Ну, я не знаю. Дальше у нас, так сказать, по плану я предполагал рассказать про Нельсобора, ну и про то, что он сделал. Про то, что он сделал это заведомо в следующий раз. Ну, я думаю, может быть, уж тогда давайте на сегодня на этом окончим. Я в следующий раз начну с биографии Нельсобора и вот его вклад, то есть, как он создал модель атома.